Всем доброго дня и хорошего настроения! Я сегодня решила приготовить карамелизованные куриные желудочки. Готовить это блюдо я буду в первый раз, поэтому в конце видео я скажу вам свое мнение. Понравились они мне или нет? Что же нам для этого блюда понадобится? На 800 грамм куриных желудков нам необходимо будет взять 2 луковицы, бальзамический уксус, 2,5 ложки, сахар коричневый или мед 2 столовые ложки, соевый соус 2 столовые ложки и перец. Вся информация по этому рецепту будет оставлена в инфобоксе и вы можете посмотреть и ознакомиться с ней там. А сейчас приступаем! Первое, что нам необходимо сделать, это отварить желудки. Обычно желудки готовятся долго, где-то около 2 часов, а иногда даже еще и больше. Но я буду их готовить 1 час. Так как потом они у нас еще будут тушиться. Приступаем! Желудочки у меня сварились, я их готовила, как я уже говорила, час. Пусть пока они так остаются, бульон нам тоже будет нужен. А сейчас займемся, будем карамелизировать лук. Лук обжариваем до золотистого цвета. Добавляем бальзамический уксус, пропорции все смотрите в инфобоксе. Затем добавляем мед или сахар коричневый. Буквально где-то через минуту, как добавили бальзамический уксус, добавляем мед. Как только лук закарамелизуется, добавляем соевый соус. Опять минутку его пропариваем во всем этом и убираем со сковороды. Следующим этапом подготовим желудки. Они у нас уже отварились, но для кого-то, может быть, это будет крупновато. Но они не до конца отварились, видите, они еще твердые, в принципе, такие. Ну, рвутся, но еще жестковатые. И если для кого-то это крупно, то можете порезать, как вам удобно будет. Я их слегка порежу, чтобы они хорошо потом в соусе пропитались. Ну, и приготовились, конечно, побыстрее. В той же сковородке, в которой жарился у нас лук, мы будем продолжать доготавливать желудки. Вливаем бальзамический уксус, соевый соус и мед. Немножко нашего бульона. И перекладываем сюда желудки. Наливаем совсем немножко воды, грамм 50. И выпариваем ее до самого нуля. Выпарился бульон, добавляем еще 50. 50-70. Опять выпарился, опять добавляем столько же. И пока желудки не станут мягкими. Все, так и продолжаем делать. Да, я забыла добавить, что сюда нужно также желудком добавить лук, который у нас карамелизовался, и вместе с ним тушить. Бульон выпарился, я добавила снова. Выпариваю последний бульон. У меня получилось, что на 400 грамм желудков ушло где-то 200-250 миллилитров бульона. Вот доливала, стояла, мешала. И выпаривала. Ну, не постоянно мешала, отходила, конечно. И это вот все заключительная стадия. Последний раз выпариваю. И все, готово. Если вам становится подливка такая. Ну, вот и все. Желудки готовы. Я их попробовала. И на мой вкус они мне понравились. Поэтому я с чистой совестью могу порекомендовать их вам приготовить. Это может быть пойти как дополнительное на ужин блюдо. Но я думаю, что оно прекрасно подойдет на праздничный стол в виде закуски для гостей. Гости будут удивлены, потому что мясо получается очень необычным. Хочу отметить, что бульон у меня от этих желудков ушел практически весь. Ну, даже не практически, а весь. Я подливала его раз 6, наверное. И по времени ушло еще буквально минут 40-45. Чтобы они дотушились. Не буду вас долго задерживать. На этом я с вами прощаюсь. Не забудьте подписаться на мой канал, если кто-то еще не подписался. И мне будет очень приятно, если вы поставите лайк. Всем большое спасибо. До свидания. И до скорой встречи.